Что, совсем плохо сверлится? Да, не совсем плохо, ещё хуже есть, когда гранит забутовывается. Когда гранит? Да, а есть такая забутовка? Забутовывают. Сейчас камень-то этот, Гриш, прошли? Какой-то был, да? Идёт. Ну, не дай, там забутовка может быть. Это что это такое? Для начала нужно нарисовать план-схему будущего водопровода, да, вот этого слива. Вот, я её изобразил схематично, вот таким вот образом. Вот, нарисовал, где какие переходники, вот, куда что входит, какой размер, обратите внимание на дату. 9-е, 0-4-е. Ну, а, это апрель. Апрель, это вот за один день до твоего дня рождения в прошлом году. Да, да. Из этого я получил вот такие вот размеры, вот такое количество, как бы, вот таких вот этих вот труб. Потом съездил и закупил, год они у меня благополучно пролежали, и вот сейчас мы будем их пытаться как-то собирать. Сейчас я бы хотел порекомендовать вам канал, который называется «Новый старый дом». Хозяева этого канала вставили перед вопросом снимать квартиру или купить дом. Они выбрали дом, но средств им хватило только на нечто подобное. И теперь они показывают, как они восстанавливают и ремонтируют свой дом. А также на своем канале они рассказывают, как из старого домика они делают красивый и уютный дом. И к имеющимся 40 квадратным метрам планируют прибавить еще 60 квадратных метров. И еще. Ну, в общем, сами все увидите, если нажмете на синенький квадратик или перейдете по ссылке в описании под видео на канал «Новый старый дом». Вот, в общем, делаем соединение. Сейчас мы пробовали на той трубе, вот на этой длиной. Очень хорошо она воткнулась, прям здорово. Мне там, когда в канализации я делал, пришлось ее забивать, она очень тяжело забивалась. Сейчас воткнулась прям хорошо. Я беру, не стал я наливать, ну, куда ни ведро никакое, а прям вот так вот. Беру и потихонечку начинаю лить на эту трубу. Ну, уходит где-то стакан. Да, вот на широкую ее часть. То есть здесь вот я не могу никак ее, да, макнуть. Как бы мне сейчас надо вставить. Вот так вот беру и, получается, ее нагреваю. Поливаю. Ну, здесь, вот и корм, здесь. Ну, и за днем накопаем канализацию. Соединяем трубы. Теперь берем моющее средство кухни. Стой, 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 стой. Вот так вот ко мне. Подожди, сейчас я трубу соединю. Стой, стой, стой. Резинку вот здесь я смазываю. Ну, и теперь сейчас посмотрим, как она войдет. Что-то позвучивает. Ну, сейчас, может быть, не будет, ну. Вот, то есть, вот. Все. Все, она хорошо вошла, безо всяких усилий даже. Я не успел даже особо напречься. Вот таким вот образом. Вот решили попробовать. Без каких-то точек. Да, ты всю жизнь мечтал ее делать, да? Да. Канализацию. Ну, ты же как насыпал? Канализацию всю жизнь мечтал. Это еще грязь. Да, спросим. Да, там-то не надо, там-то ревут у нас полок. Что-то я думаю, что, наверное, не войдет она. Дин, не надо сюда насыпать. О, нет, входит, смотри. Оп. Ты смотри, что, а? Вошла и так, да, в общем-то здесь-то. Ну, что ж, приступаем к крошить фундамент вот такой специальной, обычной дрелью. Вот таким вот толстым попробую сверлом, потом, может быть, тоненьким попробую. В общем-то, начинаем. В общем, проработал я два часа. Вот что у меня получилось, смотри, Люд. Вот, я просверлил за два часа. Вот здесь-то мне надо, вот, просверлить эту дырку. Вот у меня такие вот сверла были. В общем, короче... А, спросите, она не получится, потому что, блин, тут балка же у вас. А эта балка, она не закреплена, мы ее сейчас просто собьем, и все, она упадет. В общем, позвонил я, на Авито нашел объявление. Вот это вот Алексей, позвонил я ему, и он приехал, даже вот вечером в 4 часа приехал. Сейчас вот будет делать алмазное бурение. Сейчас посмотрим, как тут, что сделать. Место для установки куриния. Да, да, да. Вполне хватит ее. Маленько сбил ее, чтобы она куринику не поднимала. На лампочку не признает. Кай туда, да. Да, вот этот лаг, она... Я пол здесь не прикручивал, мы ее сейчас просто уроним с этого слага. Тебе вот это вот место... А этому, получается, кверху вот сюда эту станину прикрутим, да? Нет, она не такое будет расстояние. Сейчас я сейчас... Да, она не большая, да? Да, тут, короче, будет 35 сантиметров максимум. А, вверх, да? Да, да. Здесь 50 сантиметров практически, вот до дырки я смотрел. Нам тогда хватит. Нам вообще хватит здесь, да? Прям станины. Просто у меня еще гипсокартон здесь. Маленько подвешенная стенка, кривоватая. Сейчас посмотрим. Короче говоря, она у нас вот так вот вверх станина пойдет. Сейчас я померю. Ну, это вот можно это сжать, как будто. Но можно сорвать это. Лучше, конечно, не сжать. Ну, потому что она все равно вдавится все это дело. Ну, пускай вдавливается хоть-вот-хоть. Ну, я и говорю. Вот сюда... А она сама-то как крепится-то? 35. Ну, в принципе, сюда станина подойдет. Она вот такая, короче, прямоугольная, вот такая вот. Крепится анкером к бетону непосредственно. То есть ты дырочку свернешь, да? Да. То есть, не, я вот как-то... Короче, сначала креплю станину эту на анкер, да? Потом одеваю мотор с королкой. Все, понял. Ну, давай тогда начинаем, да? Ну, тут надо... Какое там, да, в охоте-то. Захочешь, говорит, жить, не так раскачешься. Особенно, если нахо-национальный дом. Ты в последнее время часто икс-вы, да? В общем, вот такой вот двигатель получается. Вот эта вот коронка на 132. Вот она станиной ставится, регулируется. Как бы наклон вправо-лево-вверх-вниз можно подрегулировать. Вот там вот алмазные, получается, напайки вот эти вот. Вот рельсы это. И сейчас вода, подается вода через вот такой вот баллон накачивается. Вот она уже где-то забулькала. И сейчас будем, короче, пускать. Мы все пускаем, да? Да. Хороший? Хороший? У тебя просто идет? Да. Прикинь, я бы столько до своими людьми. А я бы тебе сразу сказала, что вот... Да. Нет. Кажешь специалистом. Нет, ну вообще, нет. Да нет, тут я сделаю это. Кроме этого. что совсем плохо сверлится не совсем плохо еще хуже есть когда гранит запутал когда гранит сейчас камень-то этот лишь прошли какой-то был до земля земля ну конечно кусок даже бетон вывалить там будет глина 10 сантиметров и здесь ой какая красота слушай так это жить на экспонат прям на какой-то тянет для себе красотища какая вот оттуда проводит воду лихучий начинается и вот сюда вот так будет лезти 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 копать 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 Андрей один прокладывает шланг в общем земля песчаная такая обваливается меня два раза заваливала вот так по колено потом я перестал туда залазить один раз я обвалился ну как туда залазил поправлял шар а второй раз я просто стоял вот в общем у меня такая палка длинная трёхметровая на ней два гвоздя вот так видно чтобы шланг поправлять сверху так стоять и поправлять так что я лазил до стула так вперёд чтобы можно было сюда пописать сверху вот и подсувал его периодически осыпается можно сразу чтобы баксовывать шланг очень быстро все это делать как вот он только выкопал необходимо нужно копать на нижней глубины промерзания у нас глубина промерзания на метр семь вот метра два на метра тела ну здесь ещё просует рядом поэтому приходится вот как бы не особо глубоко копать ну не знаю шланг улитеренов в принципе его не порвёт если даже не замёрзнет вода потом мне там вот тает пока снег будет таять если что осторожно а то сейчас туда тоже упадут да-да-да-да у вас потас хоть никто тут не будет вон только копсом так можно попасть немного 页 а потом много еще кто-то по-моему по-моему стуску тоже рояться а что там много еще копать-то сейчас даже не видно нет 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 не отсыпается так заставляет работать половина прокопали мне нужно съездить там немножко трубы не хватило в общем мы мерили напрямую мы померили 60 метров ну взял я 65 метров вроде как с запасом оказалось что 15 метров вообще не хватило то есть я сейчас поеду еще брать 20 метров ну а с вами был народный строитель андрюха подписывайтесь на канал ставьте лайки и стройте свой дом с удовольствием всем спасибо за внимание пока пока